Реально ли отучиться один год в Канаде, один, потом найти работодателя и успешно эмигрировать? Да, это реально, но есть очень важные нюансы, которые нужно учесть. Вот как это сделать, как отучиться здесь год и эмигрировать, и какие важные нюансы вам нужно учесть, вот как раз на эту тему мы сегодня и поговорим. Начнем с того, что канадские колледжи предлагают программы обучения, вот как на один год, на два года, на три и даже на четыре года. Но с точки зрения эмиграции, вот мы сейчас рассматриваем только эмиграцию, брать программу более двух лет не имеет большого смысла, так как это вам ничего не даст в плане повышения ваших шансов на эмиграцию. То есть нужно рассматривать одно и двугодичные программы, ну идеально двугодичные. Ну у нас видео сегодня вот про один год, да. Итак, начнем с плюсов. Плюсы учебы на один год. Что? Первое, это дешевле. Стоимость года обучения вот в канадском колледже для иностранных студентов сейчас составляет примерно от 12 до 16 тысяч долларов в год. А в некоторых колледжах дешевле. Я делал, кстати, видео на эту тему 10 самых дешевых колледжей в Канаде. Я находил самые дешевые порядка где-то 9, около 9 тысяч. Ладно, второе, при подсчете баллов по экспресс-энтри не имеет значения, учились ли вы там один год или два года. Они вне зависимости добавляют вам 15 баллов за полученное образование в Канаде. Имеет значение большой опыт работы, сколько непосредственно вы здесь работали. А вот учились ли вы один или два года, они не дифференцируют это. Третье, это быстрее. Дело в том, что экспресс-энтри, они снимают баллы за ваш возраст. Поэтому, чем дольше вы здесь учитесь, тем, соответственно, вы старше становитесь. И, соответственно, за каждый год вашего возраста они снимают по 5 баллов, если вы старше 30 лет. Другими словами, учась один год здесь, вы как минимум сэкономите 5 баллов за свой возраст. Четвертое. После окончания годовой программы вам дается Post-Graduation Work Permit. Ну, вот о сроках, на которые он вам дадут, мы поговорим чуть дальше. Сейчас важно понимать, что вам его дадут. Ну, единственное, что при условии, что вы учились в государственном колледже, этот колледж должен быть в списке так называемом Designated Learning Institutions. Я этот список оставлю в описании к этому видео, чтобы вы могли проверить. Это очень-очень важно, чтобы ваш колледж находился именно в этом списке. Потому что, если он не в списке, вам не дадут Work Permit после окончания вашего обучения. То есть, если вам дали вот этот Post-Graduation Work Permit, вы после окончания вашей программы можете устраиваться на работу и уже нарабатывать канадский стаж. Что также добавляет очень серьезное количество баллов для иммиграции. Что даже еще более важно. Дело в том, что при подаче документов на иммиграцию вы пойдете уже не по общему потоку Federal Skilled Worker, а по программе Canadian Experience Class. Дело в том, что они сейчас разделяют эти потоки и баллы, необходимые для иммиграции по вот этим потокам. Баллы кардинально отличаются. То есть, вот, например, последняя рассылка приглашений на подачу документов на иммиграцию была 20 августа. И она была целиком и полностью ориентирована на Canadian Experience Class. Проходной балл, ну, чтобы получить приглашение, был 454, ну, то есть, достаточно низкий. А 5 августа, ну, я просто вам сравнение даю, была выборка по общей, ну, по всем программам, да, то есть, там могли участвовать люди, которые находятся за пределами Канады, которые идут по Federal Skilled Worker. И там уже был балл 476 баллов. То есть, понимаете, какое большое преимущество вам дает именно местный опыт? Потому что, если у вас есть местный опыт, вы, соответственно, уже идете по программе Canadian Experience Class. Если у вас нету местного опыта и вы подаетесь из-за, ну, за пределами Канады, то вы уже идете как по общей федеральной программе. Поэтому, вот, ну, как вы видите, даже просто то, что вы идете по Canadian Experience Class, вам уже дает очень серьезные преимущества. Так, ладно, пятое преимущество – это то, что один год – это достаточно много времени, чтобы подтянуть свой английский, что в конечном итоге, опять же, повышает ваши баллы для Express Entry, ну, и помогает вам легче адаптироваться в англоязычной среде для последующего поиска работы. Вот это у нас было пять основных плюсов. Сейчас давайте поговорим, на что же основное стоит обращать внимание при поиске одногодичной программы обучения. Первое, самое важное – это то, чтобы колледж, в который вы поступаете, был государственный, то есть, чтобы он был в списке, так называемых Designated Learning Institutions. Как я говорил выше, я оставлю ссылку на этот список в описании к видео. Вот просто, опять же, повторяясь, потому что это очень-очень важно, если вы учились в частном колледже, вам не дадут разрешения на работу, и вам придется после окончания учебы просто уезжать к себе на родину, не солонно хлебавши. Частные просто колледжи иногда заманивают более низкими ценами, но учеба в них не дает никакого смысла именно с точки зрения эмиграции. Второе, дело в том, что перед тем, как ехать на одногодичную программу, обязательно посчитайте свой балл в экспресс-энтри, в экспресс-энтри-калькуляторе. Вот именно с учетом вашего будущего возраста, полученного канадского образования и одного года канадского опыта работы. Посмотрите, хватит ли вам баллов для получения приглашения по экспресс-энтри. Вот как я и говорил, в последней выборке проходной балл был 454 балла, но дело в том, что он может меняться. Вот я посмотрел, например, в выборке от 25 июня по Canadian Experience Class, он был вообще 431, ну то есть очень низкий. Но нет никакой гарантии, что он будет таким же оставаться, он может и подняться. Мы просто будем, как космонавты, готовиться к самым плохим вариантам. Поэтому очень важно учитывать вот этот нюанс. Вы должны четко знать, какой балл у вас будет после образования и после канадского опыта работы. Третье. Дело в том, что разные годичные программы предусматривают различное количество семестров. В некоторых программах это два семестра, то есть осень из сентября по декабрь и весенний из января по конец октября. Но есть так называемые интенсивные программы, в которые запихивают три семестра. Там еще учатся еще и летом. Так вот, на данный момент всем, кто учился даже два семестра, то есть 8 месяцев, дают разрешение на работу на полный год. Но дело в том, что в законе написано, что work permit дается на срок, равный сроку обучения. Поэтому есть вероятность, хотя она и небольшая, что к моменту вашего окончания, окончания обучения, они начнут всем давать вот пермиты на эти 8 месяцев, ну что теряет всякий смысл работы в Канаде, так как вам нужно отработать вот полный год, чтобы рассчитывать на получение дополнительных баллов. Ну, я честно говоря не думаю, что так будет, так как сейчас вот иммиграционные власти, они там везде на каждом углу рассказывают, что они нацелены именно на студентов, что студенты это идеальные иммигранты, что нужно ориентироваться на иммиграцию именно через учебу. Поэтому я не думаю, они действительно заинтересованы в том, чтобы как можно больше студентов сюда ехало. Но в любом случае этот момент нужно учитывать. Дело в том, что существует очень крупный форум, он называется CanadaVisa.ca. Там сидит народ со всего мира, и этот форум полностью посвящен иммиграции в Канаду. Там всякие вопросы оформления виз, учебы и так далее. И вот вам нужно будет, когда будет подходить к концу ваше обучение, нужно будет мониторить его внимательно и смотреть, на какой срок другим людям дают рабочие визы на данный момент. Ну, там народ постоянно общается, пишет, поэтому мониторить это можно очень-очень легко. И вот если по какой-то причине визы стали давать на 8 месяцев, а не на год, то вам обязательно до подачи на work permit нужно взять еще одну программу в колледже, возможно, даже на год. Просто этот вариант нельзя исключать, хотя, как я и сказал, на данный момент он маловероятный. Конечно, я понимаю, что это дополнительные траты, но, к сожалению, на 100% невозможно просчитать заранее, как их будут, как эти визы будут выдавать. И что важно, еще самое важное, записаться на вторую программу нужно обязательно до подачи на postgraduation work permit, так как он дается только один раз в жизни. Если вам уже его дали на 8 месяцев, то вы не можете потом еще раз отучиться, еще раз его получить. Все, вам больше его не дадут. Четвертое и самое важное, так как для получения баллов за канадский опыт вам нужно отработать в Канаде полный год, вам придется достаточно быстро найти работу после окончания вашей учебы. Но тут такой момент, кстати. После того, как ваша программа фактически закончилась, то есть все, вы закончили учиться, все, и подали документы на work permit, пока вы ждете его оформления, вы находитесь в так называемом implied status. И согласно официальному законодательству, вы можете работать full time, пока ваше заявление рассматривается, да, и пока ваш стадий пермит действителен. Он у вас будет действителен до конца августа. Дело в том, что учеба здесь заканчивается в конце апреля, поэтому у вас есть такая своеобразная фора, там, вот май, июнь, июль, август. Дело в том, что вот на данный момент, вот на сегодня срок рассмотрения Post-Graduation Work Permit составляет примерно 3 месяца, даже больше. Когда я помню, когда я заканчивал учебу, ну, это было достаточно давно, я вот, ну, тем не менее, чтобы вы понимали, я подавался на Post-Graduation Work Permit, у меня это заняло вообще 4 месяца, то есть это достаточно такой длительный процесс. То есть фактически у вас есть вот эти вот месяцы, чтобы найти работу и начать работать к моменту, ну, к моменту, когда уже Work Permit будет у вас уже на руках, да. Вы должны обязательно работать вот к этому моменту. Просто в противном случае вы не наберете требуемого года, потому что если вам дают его на год, вы уже должны работать на момент, когда вы его получили. Тут важно то, что востребованность в разных специалистах, она разная, ну, это естественно, да. Кто-то за 2 недели находит работу, а кто-то может там 3-4 месяца искать. Ну, это нормально, это как рынок труда. На самом деле я планирую сделать видео, вот какие выпускники, с каких профессий наиболее востребованы в Канаде и кто быстрее всего находит работу. Если вам интересна такая тема, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Так вот, я бы что посоветовал. Еще в процессе учебы, еще учась, да, мониторите появляющиеся вакансии. Идеально вообще было бы, если бы вы устроились партайм во время учебы. Но тут, кстати, нужно учитывать вот такой момент. Для получения баллов за канадский опыт вы не можете устроиться там на низкоквалифицированную работу, например, в Макдональдс, да, или где-нибудь там посуду мыть. Ваша работа обязательно должна требовать профессиональных навыков, скиллсов и образования. Обобщая, я бы сказал, что эмигрировать через учебу по одногодичной программе, это реально. В принципе, это реально. Единственное, вы должны вот хорошо и точно просчитать ваши баллы заранее. То есть вы должны четко знать, сколько вы получите баллов. И примерно понимать, хватит ли вам этого количества баллов для эмиграции. И второе, что тоже даже еще важнее, вы должны очень серьезно подойти к поиску работы. И, возможно, я бы порекомендовал начать ее искать, пока вы еще учитесь. Вот вы приехали, начали учиться, более-менее освоились на своем потоке, и уже потихонечку начинаете мониторить рынок труда. Может быть, ходите на собеседование и так далее. Потому что, когда вы как студент, вы можете работать парт-тайм. Поэтому ничего не мешает вам ходить на собеседование. В общем, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok